МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казалось бы, что может быть любопытного в таком вполне земном и обыденном процессе, как сварка? Тем не менее, вы удивитесь, узнав, сколько интересных фактов о ней существует. Вот, например, Эфелева башня. Этот металлический монстр состоит более чем из 18 тысяч деталей и весит почти 9,5 тонн. Высота башни 324 метра. Так что на момент своей установки это была самая высокая постройка в мире. Про металлы, сплавы и сварку мы будем говорить сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет такой отрасли, где бы не были востребованы сварщики. Меняются времена, организация производства, но не меняется суть мужской профессии. Эти специалисты всегда на особым счету. Готовят сварщиков в канажском транспортно-энергетическом техникуме. Профессия весьма востребована. Весьма востребована. Во-вторых, в нынешних экономических условиях именно возрастает профессионализм, требуется профессионализм, компетентность работника, выполняющего определенные задачи в производстве либо в обслуживающей сфере. По мнению специалистов, сегодня сварщик – это не просто рабочий, владеющий определенным перечнем навыков. Это прежде всего человек, думающий и понимающий всю глубину ответственности. Ведь приходится заниматься сваркой металлических конструкций, деталей, изделий разного предназначения и уровня сложности. От профессионализма рабочего зависит не только качество, но и безопасность работ. Эти важные и необходимые качества проверялись на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по профессии сварщик. Она прошла на базе техникума. Я думаю, не случайно наш техникум выбран в качестве образовательного учреждения для проведения столь масштабного мероприятия всероссийского уровня с участием множества регионов Российской Федерации. У нас принимают участие более 40 регионов России. И техникум был выбран в качестве базового учреждения для проведения Олимпиады, я думаю, по нескольким причинам. У нас представлены практически все виды сварки. Несмотря на то, что при проведении Олимпиады мы используем только ручную дуговую сварку, но тем не менее, согласно федеральных государственных образовательных стандартов, мы должны иметь базу, охватывающую практически все виды сварки. Участникам Олимпиады предстояло выполнить два вида конкурсных заданий – теоретический и профессиональный. Помимо компьютерного тестирования, юные специалисты должны были обработать деталь ручной электродуговой сваркой. Практическая часть заключается в том, что у каждого студента есть заготовки, состоящие из двух труб и пластины. У нас есть технологические карты, на каждом сварочном посту они наклеены. По техкарте у нас указано, как идет процесс сначала сборки и сварки. Деталь сложная, варится в положении Н45 в вертикали. Самое сложное пространственное положение Н45 для сварщиков. И закрепляет уже собранную конструкцию на кронштейне. И варит он эту трубу уже в неповоротном положении. Основное сложность задания – качественно сварить основной корневой шов. Он должен быть очень ровным, красивым и без дефектов, чего не так-то просто добиться. Но юным сварщикам и такое задание по плечу. Ну, есть и свои сложности, есть, конечно, и какие-то легкости свои. Но сложность, конечно, если не дано тебе это, то трудно научиться этим. А если ты для этого расположен, и если тебе нравится действительно то, чему ты учишься, то, мне кажется, все легко будет даваться. Если поспешишь, то не получишь высокого качества шва. И, ну, не получится то, что ты хочешь. Сейчас уже, когда начал познавать все процессы, большинство процессов, конечно, получаешь радость, когда видишь, как течет этот металл, когда ты им управляешь. И интересно очень. Привлекает то, что ты можешь своими руками что-то сделать, соединить даже два, две части, да, два металла. И из этого получить какую-то конструкцию. То есть это тоже такую радость приносит. За два с половиной часа каждый из участников должен сварить все части деталей в одну конструкцию, соблюдая все правила охраны труда, а также пожарную и промышленную безопасность. Наверное, каждый в детстве слышит предостережение от взрослых «Не смотри на сварку, иначе ослепность». Это почти так. Однако вред глазам наносит не свет или диск, а ультрафиолетовые лучи, которые разрушают все в частях глаза. Так что если долго смотреть на сварку, то действительно можно получить ожог. Поэтому в целях безопасности не смотрите на процесс сварки, если ваши глаза не защищают специальный экран. Специальные стекла со светофильтрами защищают глаза сварщиков. Помимо этого их рабочие места оборудованы специальными шторками. Именно благодаря им, стороннему обывателю, можно наблюдать за процессом. Несмотря на то, что сварочная отрасль постоянно развивается, существует как минимум пять устойчивых мифов о сварке. Например, то, что сварщик остальные рабочие профессии мало оплачивают. Такое мнение появилось примерно в 90-х годах, когда только стали зараздаться первые офисные профессии. А престиж в работе специальности заметно упал. Но так как любая экономика основывается на производстве, то сейчас идет обратный процесс. Развеем первый миф. На самом деле работа сварщика – одна из самых престижных и высокооплачиваемых. И это подтверждают сами участники конкурса. Я долго думал вообще, на какую профессию мне пойти учиться. Ну и просто решил пойти на сварщика, потому что, во-первых, востребованная очень профессия и высокооплачиваемая. Мне кажется, что человек, который получает высшее образование, и потом ему труднее найти какую-то работу по своей профессии. А рабочая профессия сейчас востребована, потому что по всей стране проходят стройки многочисленные. Когда Олимпиада была тоже, я слышал, что очень требовались сварщики, именно высококвалифицированные сварщики. Я думал, куда пойти по профессии именно работать. Может, где-нибудь на заводе, на каком-нибудь. Может, даже нефтепровод. Сейчас Сибирь, да, тоже требуются, я знаю, сварщики. То есть там уже как жизнь покажет. Миф второй. Сварка требует большого ручного труда, поэтому эту профессию считают сугубо мужской. Но и этот миф развеяли участники Олимпиады по сварке. В их числе оказалась девушка, которая соревновалась наравне с парнями. Оказалось, я совершенно случайно выбрала колледж, который был недалеко от дома. И меня это не приняли, как бы не собрали группу в колледже. На ЭВМ я хотела идти. Но я согласилась с сварщиком, попробовала. Мне это далось, в принципе, без каких-либо таких усилий прям. Как я считаю, конечно. Ну, варю хорошо, на заводе уже работала. Ну, преимущество у парней физической силы. А так, если есть, конечно, помощники, то если очень сложная работа, то помощи попрошу, если надо быть. А так стараюсь сама. Среди всех участников Маргарита – единственная девушка. Как оказалось, ее с детства привлекали нестандартные для девушек профессии. Она вовсе не мечтала стать актрисой или певицей, как все остальные. С раннего возраста Маргарита планировала стать космонавтом. Да и сейчас девушка не исключает такой возможности. Ну, я хочу вообще пойти в отрасль или железной дороги, или авиации, или космонавтики. Там где-то по сварке может быть. Основная трудность – ну, сварка – это требует точности. В основном физические нагрузки испытываю, когда надо обстукивать шлак. А так все, в принципе, просто. Человеку, который отдаленно знаком со сваркой, кажется, что это всего-навсего искры, брызг металла и больше ничего. На самом деле хороший сварщик должен знать смысл реаловедения, основы физики и электричества, понимать процессы, протекающие в металле, под воздействием тепла и давления. К тому же существуют абсолютно разные методы сварки. Сварка взрывом, сварка под водой, роботизированная сварка. И все они требуют совершенно разного подхода. Для сварщика самое главное свойство – это терпение, глазомер, целеустремленность. Профессия сварщика – она очень нужна. На ней держится практически весь мир. И без профессии просто не будет существовать. Это мы попадем в первый бытный мир. Процесс сварки мне очень нравится наплодать валиком, чувствовать ванну. И просто владение над металлом. Чувствую себя царем железа. Кстати, стать сварщиком мечтал отец Ивана Захарова. Но воплотить мечту удалось его сыну. А если и вы хотите освоить эту непростую, но в то же время такую нужную профессию, тогда вам в техникум. Тут обучают всем основным видам сварки. Кстати, освоить азы профессии в техникуме можно за 10 месяцев. Подготовка кадров по профессии сварщик у нас она традиционная. Ежегодно мы набираем несколько групп по этой профессии. Это говорит о ее востребованности. Обучение, как я уже начал говорить, ведется на высоком уровне. Мы используем и корпоративные регламенты, и отраслевые стандарты, необходимые для нормальной работы сварщика, для того, чтобы он качественно мог выполнять свою работу. У нас обучаются, как я сказал уже, ручной и дуговой сварке, полуавтоматической сварке, автоматической сварке и газовой сварке, газовой резке. На сегодня сварка – основной способ соединения деталей при изготовлении металлоконструкций. Оглянитесь вокруг. Современный мир полностью держится на металле. И пока человечество не придумало ничего взамен, профессия сварщика будет востребована. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать про металлы, шплавки, сварку. Всего доброго увидимся в эфире национального телевидения Чуваши.